Мой доклад посвящен деятельности археолога и историка, сотрудника Румянцовского музея Касьяна Николаевича Любарского и основан на изучении его архива. Его архив хранится в отделе письменных источников исторического музея. Там находится его личный архивный фонд. Сразу скажу, что в этом архиве, небольшом, но очень интересном, выделяются два важных и совсем не изученных источника, позволяющих представить себе жизнь и труды этого человека. Первый из них – это биографический очерк о Любарском «По дороге к вершине», написанный с большой вероятностью его теткой Просковьей Константиновной Любарской. Именно она в 1928 году сдала в исторический музей архив своего племянника, однако далеко не весь, оставив у себя его письма и дневники. Она прекрасно знала все подробности его жизни, и ее очерк очень точен и подробен. Его главная ценность состоит в том, что он содержит обширные, иногда на несколько листов, отрывки из дневников и писем Любарского, которые она не сдала в архив, и поэтому до нас они не дошли, не сохранились. В них описываются подробности его военной службы, археологической деятельности, жизни на русском севере, и в этом смысле очерк представляет собой ценный источник для биографии и изучения творческой деятельности Любарского. О другом ценном источнике я скажу позже. Касьян был французом по отцу, но брак родителей распался, и он носил фамилию матери. Он закончил юридический факультет Московского университета, родился в 1886 году в Москве. Служил в архиве Министерства юстиции и 10 лет работал в Румянцевском музее. С юных лет и до своей трагической гибели в августе 1920 года больше всего он любил русскую старину и археологию. Эта любовь во многом сложилась под влиянием как раз его тетки, ученицы Буслаева на высших женских курсах. Поскольку семья происходила из Рязани, и там был их родовой дом, Касьян был членом Рязанской губернской ученой архивной комиссии, издал «Рязанский некрополь», краткий обзор резницы Рязанского архиерейского дома, собирал книги и предметы старины для создания в Рязани музея этой ученой архивной комиссии. В 2014 году летом он представлял эту комиссию на 16-м археологическом съезде в Пскове, но из-за начала войны съезд был отменен, и участники съезда могли только наблюдать панику на вокзале в Пскове. В эти годы Касьян Любарский был членом комиссии по изучению Старой Москвы при Московском археологическом обществе Тульской палаты древностей. Летом 2015 года с хранителем отделения доисторических христианских и русских древностей Румянцевского музея Долговым был командирован на Кавказ для археологических раскопок, осмотра, снятия обмеров и фотографий древних памятников Кавказа. Вернувшись с Кавказа, искал себе поле для деятельности, чтобы приносить пользу обществу, и нашел, работал в организациях по приему беженцев, в детских столовых, устраивал концерты для раненых в госпиталях, и, наконец, работал в Красном Кресте по оборудованию и отправке транспортов в окопы передовых линий. В феврале 2016 года он был призван в армию, хотя по закону он мог отказаться от службы как единственный сын, но присущее ему чувство долга не позволило сделать этого. Он прошел военное обучение в качестве вольно определяющегося и, как знающий иностранные языки, был направлен в Архангельское главное артиллерийское управление, заниматься отправкой военных грузов, получаемых от союзников водным путем. Во время взрыва боеприпасов на пароходе «Барон Дризен» в Архангельске он был ранен и чуть не лишился зрения. В начале 2017 года был направлен в командировку в Мурманск для отправки военных грузов по незамерзающим рекам. Там 3 марта 2017 года его встретило известие о февральской революции, которому он был очень рад. Воображаю, как кипит, бурлит жизнь у вас теперь. «Сколько новых горизонтов, новых возможностей, новых работ и применения сил», – писал он родным. Сильно и глубоко поразило его известие о разгроме Кремля, о самом факте, что на него подняли руку. Люди всегда звереют во время революции. Думается, что разгромом Кремля большевики очень себе повредили. В стране, где теории так мало значат, а нужны факты. Это, вероятно, многих приведет в ужас. Скоро наступит их крах и придет новая полоса в жизни, надеялся он. В Архангельске Любарский стал деятельным членом губернского церковно-археологического комитета и Архангельского общества изучения Русского Севера. Ездил по Архангельскому уезду для осмотра и снятия чертежей фотографий с разрушающихся деревянных церквей. Посещал отдаленные скиты, занимался в архивах, писал статьи по истории Русского Севера, основанные на изучении архангельских архивов, которые он публиковал в местных изданиях, в основном газетах. Читал для солдат в клубе лекции по истории с волшебным фонарем. Кроме того, он был прикомандирован к находившейся в Архангельске французской военной миссии, как хорошо знающий французский язык. Он был неустанным пропагандистом идеи охраны памятников старины на Русском Севере. С настоящей болью писал о разрушающихся деревянных церквях, о гибели помещичек библиотек, о вывозе подами за границу иконы рукописей. А главной целью его жизни стало создание Архангельского краевого музея, чему он посвящал все свои силы, в то время как, охваченные тяготами гражданской войны, даже образованное общество было довольно глухо к его призывам. Толкая и будя окружающих, он сам работал за десятерых, пользовался всяким случаем, чтобы проводить свои идеи о пользе музеев и книжности и их огромном значении в жизни государства. Старался пополнять коллекции будущего музея. В отделе письменных источников хранится переплетенный том, составленный самим Любарским, из автографов, его многочисленных докладов, статей, заметок, писем по музейному делу и по поводу спасения памятников старины и искусства, которыми он бомбардировал различные руководящие организации. Лист использования в архиве был пустым. Видимо, никто не открывал этот том, кроме обрабатывавших фонд архивистов. Обложка любовно оформлена самим Любарским. Заголовок выведен тушью псевдоруническими буквами, выброшенная в суету жизни. Главное содержание этих материалов – отчаянная борьба Любарского за создание в Архангельске краевого музея Северного края. В работе «Охрана памятников искусства и старины» он писал. По многим историческим и географическим причинам Архангельск имеет возможность создать у себя образцовый, исключительный по богатству и значению государственный краевой музей, которым здесь, в портовом городе, в центре обширного края могли бы гордиться и правительство, и население, и реально государственная экономическая роль которого была бы неоценима. Существовавший же городской музей, как писал Любарский в другой имеющейся в томе работе, музей местной старины, 18-й год, не имея ни денежных средств, ни официальных полномочий, влачил самое печальное существование, лишенный возможности приобретать путем покупки или передачи ценные предметы благодаря невежеству, гибнущей на местах или скупаемой ловкими агентами для перепродажи за границу. Музей принужден был перебираться из одного неудобного помещения в другое, еще менее подходящее. Не было возможности ни пополнять коллекции, ни проводить экскурсии, ни издавать материалы. Ему удалось в 18-м году получить согласие духовных лиц на передачу новому Кровевому музею в Лигеле духовной семинарии. После небольшого ремонта и переселения жильцов это здание вместило бы в себя ютившиеся в неприспособленных помещениях небольшой городской музей и музейные коллекции Церковно-археологического комитета. Среди материалов тома программный доклад «Значение археологии и областных музеев в жизни государства», читанный Любарским на заседании Общества изучения Русского Севера в декабре 2018 года, в котором он излагает принципиальную необходимость создания музея. Давно уже пора и дай бог, чтобы не поздно, настоятельно необходимо для самого нашего существования понять, что процветание государства без процветания науки немыслимо. Не можем мы не очень конкурировать с теми, кто вооружен всеми доступными человеку знаниями. Для государства недостаточно того, что русская наука доступна лишь тем, кто посвящает ей всю жизнь. Категорически необходимо, чтобы наука раскрывала свои знания для широких масс, чтобы вся нация пользовалась плодами ее открытий. В докладе «Нужды момента» в январе 2020 он писал «Пудами и вагонами вывозятся из России различные культурные ценности. Чужие страны, собравшие уже немало образцов русского искусства, положат их в свои музеи, и мы, чтобы изучать их, поедем в Германию, Америку, Англию. Обидно и глупо». Доклад был одобрен Обществом изучения русского севера и было решено обратиться к правительству с предложением издания закона об охране памятников, имеющих государственное значение. Его излюбленным аргументом, доказывающим необходимость музеев, была их важная роль в восстановлении исчезавшей местной промышленности, ремесел, народного искусства. Он возлагал большие надежды на идею государственного плана возрождения русского искусства через показ лучших образцов в музеях. Не раз писал о том, что музей должен быть не складом старых любопытных вещей, предметом роскоши в государстве, а живым, действенным организмом. В докладе в Москву о задачах, состоянии и нуждах Краевого музея города Архангельска, он говорил о том, с каким трудом идет создание музея, о провинциализме, сепаратизме музейных работников, непонимании государственных задач. Не было людей, все были призваны на военную службу, не было средств, связь с местными провинциальными музеями была плохая. Цитата. Словом, каждому археологу и музееведу знакома еще по прежним временам картина, но, пожалуй, сгущенное в красках, потому что теперь больше надежды и мечтаний, восклицал он. Осенью 1919 года, когда войска союзников готовились покинуть Архангельск, встал вопрос о возможной эвакуации коллекции музея. Любарский написал короткое, но выразительное ходатайство перед Временным правительством, где указывал, что музей содержит драгоценные собрания рукописей и грамот, 30 тысяч документов, собрания икон и других церковных предметов 800 номеров, представляющих собой незаменимую историческую и культурную ценность огромного общерусского значения. Можно сказать по совести, что наличность музея собрана не благодаря чему-либо, а несмотря ни на что, отмечал он. Любарскому приходилось бороться с равнодушием, ленью, непониманием. Он писал, «Никогда еще ни в одном городе не видел я более печальных условий существования археологического комитета и его музея и более упорного, стойкого равнодушия общества, где даже, кажется, самый факт существования музея едва ли лишь признается терпимым». Сокращаюсь. Любарский хорошо знал членов французской миссии, к которой он был приписан и прикомандирован. Он, получив для музея флигель-семинарии, предложил временно размещать там французов, возвращавшихся на родину, водил их в музей, рассказывал о русской истории. В том его работ сохранилась его речь, произнесенная при вручении ему французского военного креста и тост на празднование Нового года во французской миссии. Покидавший осень 1919 года, Архангельс, члены французской миссии, неоднократно, настоятельно и официально приглашали его уехать с ними во Францию и гарантировали там работу. Однако, считая момент слишком важным для России и открывающим широкие перспективы для его излюбленной деятельности, Любарский не нашел возможным бросить родину и отказался. В марте 1920 года он был назначен заведующим секцией музеев при Архангельском губернском отделе наркомпроса. Казалось бы, теперь для него открылись все возможности для воплощения идеи, которой он отдал столько сил. Однако, исторические события, развивавшиеся на российском севере, привели к совсем другому повороту его судьбы. После установления советской власти в Северном крае Любарский был арестован 26 июля 1920 года. Его обвинили в том, что он якобы летом 1918 года при высадке союзников утопил в реке замки от орудий красных частей и сообщил о месте потопления союзникам. Единственным косвенным доказательством его вины были его связи с французской миссией вручения ему французского военного креста. По постановлению Архангельского ЧК он был расстрелян 7 августа 1920 года. Хранящиеся в его дневнике высказывания об иностранных интервентах делают подобные обвинения совершенно невозможными. Ну, на этом я заканчиваю. Большое спасибо. Спасибо. Печальная судьба и поучительная.